Трудовые мигранты-гастарбайтеры В середине августа этого года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление, запрещающее трудовым мигрантам работать по ряду специальностей. Под ограничения попали 16 сфер деятельности, в том числе образование и пассажирские перевозки. Скоро можно уволиться у нас. Что делать? Не знаю пока. Ну то есть искать где-то какую-то другую работу? Ну, другую работу. А что еще умеете делать? Ну только водители умеют работать. Все. Ну может быть не на газель, а на грузовую? На грузовую, да. В министерстве труда области пояснили, гости из Казахстана, Киргизии и Белоруссии могут приезжать к нам по-прежнему, без визы, в рамках Евро-Азиатского соглашения и работать согласно своим профессиональным навыкам. На иностранцев из стран дальнего зарубежья постановление тоже не распространяется. Они работают у нас на основе квот. А вот выходцев из стран, не входящих в таможенный союз России, не имеющие вида нажительства и работающие по патентам, ограничения касаются непосредственным образом. Это таджики, узбеки, украинцы, молдаване и азербайджанцы. Главная и основная цель – это защита преимущественного права или предоставление преимущественного права российским гражданам на трудоустройство в Российской Федерации, на установление оптимального баланса трудовых ресурсов в Новосибирской области и в какой-то мере с целью обеспечения национальной безопасности. Все 16 запретных видов деятельности можно условно разделить на несколько групп. Первая – призвана защищать национальные природные богатства области. То есть вышеуказанным иностранцам теперь нельзя будет заниматься охотой, рыбалкой, сбором грибов и ягод, добычей полезных ископаемых. Вторая группа касается защиты детей и детства. Запрещается работать в образовательных учреждениях, в детских лагерях и так далее. Третья группа относится к безопасности дорожного движения и пассажиров. Остальные запретные виды деятельности находятся в сфере финансов, права и документа оборота. Возможно, конечно, это заставит работодателей изменить свой взгляд на размеры заработной платы, что, я считаю, абсолютно нормально и должно происходить. И, возможно, это исключит демпинг зарплатных предложений. Пожалуй, стоит учесть, что на сегодняшний день в области существует ряд профессий, которые в силу различных обстоятельств не пользуются спросом у местного населения. К примеру, зарплата водителя автобуса в Новосибирске в среднем около 25 тысяч рублей. Поэтому претендентов на нее среди россиян немного. Просто я уже 30 лет работаю на пассажирских перевозках. Мне уже деваться некуда. Я никогда не водил кирпичи, не водил дрова. Так многие здесь. Да, так многие. Это призвание. Кто сел на автобус, тот и будет работать. А вот эти вот молодежь, они не пойдут за эти копейки работать. Что следует за ограничениями в трудоустройстве мигрантов? Министерство труда нашей области успокаивает. Масштаб проблемы не так велик. Изменения коснутся всего 15% иностранцев из общего количества работающих по патентам. А это 2-3 тысячи человек. На фоне почти 2 миллионов трудоспособных граждан области – капля в море. Но тогда на фоне небольшого оттока иностранной рабочей силы поднимется ли уровень заработной платы, как это предполагают чиновники. Итак, 15 августа принято постановление номер 176 о запрете мигрантам, работающим по трудовому патенту, осуществлять определенные виды деятельности. Сегодня у нас в студии Игорь Викторович Шмидт, министр труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. Давайте спросим у него, какими целями руководствовалось правительство и губернатор Новосибирской области, когда принимали это постановление. И уже прошло 2 недели. Можно ли говорить о том, что какие-то есть уже результаты? Или пока еще рано? Спасибо за вопрос. И прежде всего, хочу сказать, что руководствовались определенными соображениями разработчики этого проекта постановления, а потом мы уже вносили этот проект постановления в процедуру. Она была очень продолжительная и достаточно всеобъемлющая. Я хочу сказать о том, что с марта месяца проект постановления находился в публичной плоскости. Он был размещен на сайте министерства и проходил так называемую процедуру публичного обсуждения. Так вот, я сразу забегая вперед, хочу сказать, что за долгие эти месяцы мы не получили ни одного предложения. Нет общественных организаций и национальных диаспор, нет средств массовой информации, ни одного вопроса не последовало. Мы согласовали его без замечаний, их согласовали все отраслевые министерства, которые так или иначе отвечают за развитие отраслей и видов деятельности, которые указаны в данном постановлении. Но прежде всего, я хочу начать с того, что мы всегда рады тем, кто приезжает к нам работать легально, кто приезжает к нам работать официально. Назову официальные цифры, по итогам 2015 года у нас в регионе работало около 45 тысяч иностранных граждан. Разве можно говорить о том, что наш регион закрыт для того, чтобы к нам приезжали и работали? То есть выделяется десятки тысяч рабочих мест. Десятки тысяч рабочих мест. На сегодняшний день уже выдано более 25 тысяч патентов. При этом надо сказать, что из этих 25 тысяч патентов 95% это граждане Узбекистана и Таджикистана. То есть в совокупности граждане этих двух государств у нас работает в численности 23 650 человек на сегодняшний день. Не 25 тысяч патентов. Ну это официально по патентам, да? Конечно. Значит, нарушил ли губернатор свои полномочия, ставя свою подвесь под постановление? Нет. Потому что он действовал в строгом соответствии с федеральным законом, который дает право руководству регионов осуществлять государственное регулирование рынка труда региона, прежде всего в целях безопасности. Должен ли губернатор решать вопросы защиты коренных жителей региона? Да. Имеет ли право губернатор не считаться с общественным мнением? Наверное, нет. Вот эти вот три посыла, которые стоят во главе угла, так сказать, я хотел бы, чтобы все это понимали. Поэтому, когда определялись виды деятельности, то цели, которые мы ставили и хотели бы доставить данным постановлением, это ни в коем случае не выдавливание иностранных работников с рынка труда Новосибирской области. Я это на цифрах, надеюсь, показал. Значит, прежде всего, виды деятельности, если кто читал внимательно постановление, то должен был однозначно для себя сделать вывод. Это антитеррористическая безопасность, это защита жизни и здоровья детей и взрослых граждан Новосибирской области, это особые виды деятельности, где требуются совершенно другие подходы к квалификации. И это к вопросам природопользования и добычи полезных ископаемых мы не должны допустить, чтобы туда проникли случайные люди. Вот и этими целями руководствовались, когда готовили постановление. Поэтому из 16 видов деятельности, 14 видов деятельности, это вот вопросы безопасности, вопросы защиты здоровья и жизни граждан и детей. Есть еще два вида особенных. Это вид деятельности подбор персонала и наим рабочей силы. Объяснение очень простое. У нас на территории области действует квазикадровое агентство, которое под этим акведом, под этим видом деятельности набирает иностранных работников, имеющих патенты, потом сдают их в аренду. Занимается передачей рабов. Мы хотим положить конец данной практике. Поэтому 15 видов включили. И 16 вид – это предоставление редакторских, секретарских услуг и услуг по переводу. Здесь коренным является вид деятельности услуг по переводу, потому что это просто единая квит. А что касается услуг по переводу, то у нас есть глубокое убеждение, что этим видом деятельности должны заниматься граждане, которые имеют, иностранные граждане, которые имеют очень долгую историю пребывания на территории Российской Федерации, которые знают русский язык не хуже, чем свой родной национальный, а лучше, чтобы они имели российское гражданство. Поэтому вот эти виды деятельности и были определены. Причем надо понимать, что у нас сотни видов экономической деятельности. Сотни. А вошли только 16. Значит, вот было названо там порядка трех тысяч. Вот из них две с половиной тысячи – это те, кого в аренду сдают. Поэтому, когда говорят о неком, так сказать, исходе, и там вот, что мне делать? Ну, давайте так. Мы вправе, мы – это правительство Новосибирской области, мы вправе определять, где нам целесообразнее и где нам надо, чтобы работали иностранные граждане. Вот мы и определяем. Приезжайте, работайте там, где вам разрешено. Это как бы все нормально. Поэтому, еще раз повторяю, значит, основные виды деятельности. Я хочу сказать, что это не те, которые вошли в постановление. Это строительство на первом месте, где работают более трех с половиной тысяч таджиков и узбеков. На втором месте, как ни странно, обрабатывающие производства. Там тоже работают около двух тысяч семисот. На третьем месте торговля. Тоже около двух с половиной тысяч. На четвертом месте – это все, что связано с работой с недвижимостью. На пятом месте – это ЖКХ. Вот пятерка особо распространенных видов деятельности, куда идет основная масса иностранных работников. Они не попали в это постановление. Мне очень грустно и прискорбно, когда, к сожалению, в средствах массовой информации со стороны национальных диаспор появились недожулибные высказания в адрес руководства нашего региона. Люди приезжают к нам, мы им оказываем содействие, да, даем им тысячи рабочих мест, а в ответ слышим недружелюбные высказания. Вообще это рук вон плохо, да, когда обсуждаются решения высшего должностного лица. Постановление вышло, его надо исполнять. Значит, и последнее, что я хочу сказать. Что касается, вот я сказал, может ли губернатор игнорировать общественное мнение. И ответил на него – нет. Значит, мы параллельно, запуская работу над проектом постановления, значит, открыли опрос на сайте министерства с февраля, да, месяца, с февраля. До сих пор он у нас в актуальном состоянии. Так вот, 57% опрошенных жителей региона отрицательно относятся к работе иностранных граждан на территории Новосибирской области. Я не свое мнение высказываю, я высказываю мнение жителей нашего региона. 62% опрошенных против того, чтобы региональные органы власти способствовали привлечению на предприятия области иностранной рабочей силы, чтобы решить проблему дефицита в трудовых ресурсах. Кстати говоря, ваш покорный слуга почти что единственный в прошлом году бился над тем, чтобы стоимость патента имела реальную адекватную стоимость и способствовала только тому, чтобы к нам приезжали квалифицированные иностранные работники. Еще раз повторяю, мы, Российская Федерация, и мы, субъект Российской Федерации, мы вправе определять, где нам целесообразнее и где нам нужнее, чтобы работали иностранные граждане. Это наше право, и мы им пользуемся. Спасибо. Спасибо, Игорь Викторович. Ну, по-прежнему, сейчас, значит, я задаю вопросы тем гостям, да, в первую очередь. И вот тут речь зашла как раз об общественном мнении. Вот у нас есть народный избранник как раз сидит рядом с Игорем Викторовичем. Ну, давайте, Игорь Викторович. Ну, на мой взгляд, вопрос наведения порядка в сфере иностранных граждан, которые занимаются трудовой деятельностью на территории Российской Федерации, давно уже назрел. С момента распада Союза, когда стало понятно, что бывшие республики союзные не в состоянии сами, значит, обеспечить экономическую составляющую своему населению и Россия как центр притяжения с наиболее перспективными возможностями для заработка иностранных граждан стала таким неким местом концентрации иностранных граждан, иностранных граждан, которые ведут свою трудовую деятельность. Надо же понимать, что еще это же и отток капитала из России, живой наличности. Они же каждый месяц переводят крупные суммы. Если все это сложить в единую сумму, то там будет очень много нулей. Мы не говорим о том, что ограничиваем полностью возможность для заработка иностранных граждан. Нет. Мы говорим, что мы будем диктовать определенные условия и правила. Если вы готовы под них подстраиваться, пожалуйста, работайте в этих условиях, никто вам не запрещает. Вот мы сейчас говорим о тех иностранных гражданах, которые работают по патентам. Патентная система, как таковая сама по себе, тоже сравнительно недавно возникла. И ведь не случайно, потому что понятно, как говорится, что в семье не без урода. И всегда есть лица, которые склонны к криминальным каким-то действиям. И в поисках работы, порой зачастую в долгих поисках работы, приходится выживать различными способами, в том числе и, не будем скрывать, криминальными. Вы посмотрите, что на Западе происходит. Ведь какие формы приобретает сейчас совершенно новый терроризм? И под какими предлогами и соусами проникают туда иностранные граждане? У нас территория настолько громадна, что на каждом километре границы нереально поставить пограничника. И очень много существует мест, лазеек, через которые свободно проникают нежелательные, так скажем, граждане для нашей страны. Но мы обязаны создавать условия, прежде всего, которые позволят нашим гражданам жить в безопасности. Нужно аккуратно, методом проб и ошибок, выверенными шагами предпринимать еще больше усилия для того, чтобы не осложнить жизнь иностранным гражданам, а сделать жизнь наших граждан более комфортной, свободной, безопасной. Вот у меня такое мнение. Спасибо. Вопрос такой. Что-то сейчас изменилось в связи с этим постановлением или еще непонятно как чего? И вообще, как у нас сейчас обстоят дела с трудовой миграцией, с нарушениями, возможно, в этом? Ну, больших изменений мы не видим. По сравнению, если сделать маленький анализ, что на территорию Российской Федерации в настоящее время въехало более уже 200 тысяч иностранных граждан. Пассажиропоток снизился примерно на 8%. На миграционный учет на данный момент на территории Новосибирской области стало более 110 тысяч иностранных граждан. Ну, 80% естественно, это город Новосибирск. По целям въезда, если брать, в основные цели въезда к нам прибывают иностранные граждане. Это частные и иностранные граждане, которые хотят здесь осуществлять трудовую деятельность. Примерно более, при делах 50% это как раз таки приезжают у нас иностранные граждане с целью осуществления трудовой деятельности. По настоящее время нами уже было проверено более 16 тысяч объектов. В большей части это, конечно, у нас идет частный сектор, это пребывание иностранных граждан. Ну и различные другие. Это строительство, торговые центры, рынки, места розничной торговли. По результатам проверки и проведения данных мероприятий, нами было выявлено более 10 тысяч нарушений миграционного законодательства. Ну, прежде всего, если их делить, то первое у нас занимает место, это, конечно, режим пребывания иностранных граждан. Второе место, это как раз таки нарушение иностранными гражданами трудовой дисциплины. То есть они осуществляют трудовую деятельность без разрешающих документов, то есть патента. Что брать из незаконно находящихся иностранных граждан? Да, у нас такая категория есть, она всегда присутствовала. В этом направлении мы тоже работаем. В настоящее время у нас территория Новосибирской области, по нашим материалам, федеральными судами уже выдворено более 460 иностранных граждан. Двум тысячам мы закрыли въезд за нарушение миграционного законодательства. И более 160 иностранных граждан у нас депортировано с территории Российской Федерации. Спасибо. Я вот опираясь на цифры коллеги из главного управления МВД, хотел бы вот некий такой анализ на коротке провести. Смотрите, что он сказал, что большая часть нарушений в сфере трудового миграционного законодательства, это составляет проблемой, как вы сказали, частный въезд или как вы сказали, вот что-то, правильно я говорю? Почему вот трудовой мигрант или вообще иностранный гражданин, который пересекает территорию Российской Федерации, на мой взгляд, делится на две категории. Первый, это который сознательно отдает себе отчет, что я буду получать патент, платить за это деньги и максимально законно работать на территории другого государства. Вторые же, большая часть которых, осознанно нарушают это. Почему? Потому что нет непревентивных мер, нет мер, которые постфактум заставляют жестко их, нас жестко контролировать эти вещи. Ведь вседозволенность, то есть человек приехал, может позволить по истечении срока 90 дней, на 91-й день он даже не греет голову, что ему надо отсюда выехать и как минимум заехать еще раз, чтобы обнулить, и снова три месяца пошло. Продолжают жить, зная, что никаких конкретных жестких мер не будет, а если будет, то возможно потом когда-нибудь, и то их можно избежать какими-то способами. Мы сегодня говорим только о патентной системе, но не менее важна система частного пребывания на территории Российской Федерации. Она служит основным толчком, значит все равно людям где-то надо жить, надо работать, и вот в этой сфере рождается большая масса нарушений. Так, ну и вот у нас один из представителей общественности, о котором мы только что говорили. Проводили опрос, 77%, вот вы как раз назвали цифры, они совпадают с нашими данными, что 77% поддерживают. Мы провели опрос, у нас 7,5 тысяч участвовало в данном опросе. Но вообще вот положа руку на сердце, я не очень понимаю формата сегодняшней передачи, потому что почему, скажем, министру приходится оправдываться и вообще зачем оправдываться. Я понимаю, была после издания этого постановления просто развернута какая-то компания, эта компания, ну, наверное, носила целью нанести ущерб репутационный и губернатору Новосибирской области, и Министерству труда и занятости. И здесь самое парадоксальное, что компания-то своих целей не достигла, потому что постановление данное, оно лишь маленький шаг, который нам предстоит сделать, чтобы действительно защитить права граждан Российской Федерации. Я хотел бы обратить внимание, что рабский труд, он всегда приводит к одному и тому же результату. То есть рано или поздно это заканчивается трагедией. Если мы экономим, если предприниматель экономит, на безопасности труда, на безопасности проживания, на налогах, на всех отчислениях, то рано или поздно происходит трагедия. Так делать нельзя больше, чтобы люди не гибли, находясь на территории Российской Федерации. Ну, кстати, рабский труд, он еще, в общем-то, экономически не выгоден, да, он мешает производству развиваться. Конечно, в итоге, да, это тормозит развитие общества. Разрешите, я добавлю, значит, вот тоже эти вот, ну, чтобы окончательно убить все страшилки, связанные с работой в сфере пассажирского автомобильного транспорта. Когда говорят, что некому будет работать, с начала года в поисках работы по профессии водителя в центры занятости населения обратилось около двух тысяч наших российских граждан. У нас на сегодняшний день на учете в качестве безработных и ищущих работу российских граждан стоит 850 человек. Но, о чем Ростислав сказал, давайте заканчивать с рабским трудом, давайте заканчивать с демпингом рабочей силы, зарплату платите. Поэтому это постановление в этом виде деятельности, что касается пассажирского автомобильного транспорта, значит, еще и ставило целью действительно легализовать, во-первых, трудовую деятельность в этих видах деятельности и легализовать заработную плату, в том числе и поднять ее уровень. Многие владельцы маршрутов, парков автомобильных, которые нанимают рабочую силу, кэш в карман кладут, они имеют баснословные прибыли, при этом плач стоит, это просто провокация. На самом деле мы все прекрасно знаем, что это одни из самых зажиточных, состоятельных людей города Новосибирска, которые не хотят платить зарплату или платят ее в конверте, не платят налоги. И Ростислав правильно сказал, была попытка провокации, была попытка дискредитировать постановление. Мы, слава богу, действительно разобрались, общественность встала на защиту, отстояла. Постановление не отстаивает, их вообще-то исполняет, еще раз повторяю, но мы получили способ доказать, что это очень верное решение. Ну давайте сейчас, наверное, самое трудное, да, вот у нас человек, который как раз представитель вот этого самого автоперевозного бизнеса, да, я специально так его держал на десерт, потому что, чтобы, ну, прослушал, да, все, что, ну, наверное, вам, да, собственно. Я проработал уже более 16 лет в перевозках и работал и с таджиками у меня работают, и узбеки, и все. То есть, как бы, ну, уважаемый министр говорит, что мы самые богатые люди, ну, наверное, это немножечко, кривя душой, не так. Ну, это не ко всем относится. Да. Это не к вам относится. Ну, потому что у нас работает очень много народу, вот, тем более с Таджикистана. Они, как правильно вы сказали, они оседают здесь семьями, то есть, вот, например, в моем предприятии, да, мы построили квартиры, 20 квартир полногабаритных, у меня живут таджики, узбеки, они заселены и уже привезли сюда своих детей и жен. И на сегодняшний день, конечно, многие просто в шоке, в шоке приходится им, как бы, готовиться и уезжать обратно. Правильно вы сказали, надо эти диаспоры, которые выкупают непосредственно квоты на приобретение и постановку на учет их РВП. Вот, сейчас, если они платили за патент 36 тысяч в год, то сейчас они оплачивают, чтобы получить РВП через эти фирмы 50 и той выше. Вот видите. Вот, у меня уже водители заплатили, как бы, которые хотят работать здесь, остаться, вот, потому что другого варианта нету. Сами они не смогут оформить документы, тем более в такой краткий срок, сами понимаете. Вот, понятно, что сейчас у нас везде терроризм, но приравнивать всех и считать их террористами, ну, это просто, извините за выражение, я не соглашусь никогда. Давайте не передергивать. Вот, а получается так. Мы друг друга либо слышим, да, либо не слышим никогда. У нас, я, за сколько живу здесь, ни разу водитель не совершил какой-то терроризм, теракт и прочее. Работают нормально. Есть люди, которые, давайте так скажем, по ним не будем считать, совершать ДТП, наезжая там куда-то что-то, это есть. Но по ним всех судить нету. В моем предприятии, я вот могу по статистике, нет сотрудников ГИБДД ни за год, ни одного дорожного транспортного происшествия. Таджикам, узбекам или каким-то. Понимаете? И мы сейчас их просто уберем. Понятно, что нам будет тяжело. Вы говорите, столько стоят на очереди водителей русских. Вы знаете, ко мне приходят оттуда и говорят, я говорю, давай устраиваться, давай будем налоги платить, пенсионные числять. А он мне говорит, а давай будем не налоги платить, а я буду там числиться, то есть ему надо получить и здесь. А зарплата от 30 и выше. И русский не идет на такую зарплату. Может быть вы не согласитесь со мной, как с министром труда. Я все-таки рынок труда знаю. Я главирую как бы среднюю зарплату своих водителей. Я знаю сколько зарабатывают профессиональные классные водители. И 30 тысяч это уже не та заработная плата, которую нужно платить высоко квалифицированному работнику, особенно работник, который связан с дорожным движением. Это во-первых. Во-вторых, так сказать, ну не повезло вам. Я еще раз повторяю, речь и целью не ставила это постановление выдавать персонально конкретного там с фамилией и именем гражданина Таджикистана. Слава Богу, у нас еще не столько много событий, да, связанных с различными взрывами, жизнями и так далее. Почему это не происходит? Почему это не происходит? Потому что применяются соответствующие политические решения, в том числе. Поэтому не зря внесены изменения в федеральный закон о правилах пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Там дано право руководителям регионов ограничивать трудовую деятельность по патентам. Это означает, что тот, кто не имеет российского гражданства, либо должен поставить перед собой цель его получить, чтобы работать водителем, либо поменять вид деятельности. Если мы считаем, что за баранкой автобуса, где куча народу российского едет, дети, пенсионеры, не должен быть человек, приехавший на временные работы и на основании патента, значит, это так надо. Можно ли считать, что, допустим, трудовые мигранты или там иностранные рабочие, как теперь более правильно называть, они отнимают как-то места у тех, кто работает здесь? Или просто наши люди не хотят работать в силу каких-то там обстоятельств? Я считаю, что трудовые мигранты не отнимают, конечно, от наших работников их рабочие места. Тут проблема в том, что когда говорят, что наши россияне не пойдут на те места работать, где сейчас заняты мигрантами, я считаю, что это позиция недалеких наших экономистов, недалеких работодателей. То есть, почему они идут на те места работать, допустим, дворниками или систему коммунального хозяйства городского? Да потому что там зарплаты маленькие. Поэтому выгоднее, чем поднимать зарплаты, выгоднее нанять трудовые мигранты. И этим достигаются две цели. Что, во-первых, экономия бюджета и средств, а во-вторых, и город более-менее прилично выглядит. Я считаю, что в данном плане мы или города, или области должны как-то применять, использовать свои возможности по наполнению бюджетов для того, чтобы увеличить заработную плату в этих отраслях деятельности. И тогда пойдут и наши российские работники доработать. В целом, я, конечно, поддерживаю это постановление губернатора области. Считаю, что его на фоне тех событий, которые происходят в последние полтора года в Европе, в связи с массовым потоком туда населения с горячих точек мира, Я считаю, что Владимир Федорович принял превентивные меры, не дожидаясь, пока в городе у нас нечто подобное будет происходить. Не дай Бог принял меры для сведения к минимуму таких возможных ситуаций. Потому что места массового скопления людей – это детские садики, особенно дети беззащитные совершенно, школы, больницы. Они, конечно, нельзя допускать, что у них работали люди, пусть даже добропорядочные, но люди, ну, я бы сказал, с сомнительной, ну, что ли, историей. Потому что всем понятно, что терроризм – это корни берет из восточных стран с определенными взглядами на жизнь и так далее. Поэтому нельзя этого допускать, естественно, что. Ну и давайте поговорим сами с иностранными гражданами, которые, подозреваю, в студии здесь иностранных граждан, я боюсь, нету, наверное, да? Вот здесь все граждане советские, которые представляют интересы своей диаспоры. Поэтому начнем, давайте, с дамы. Я думаю, что здесь нужно еще использовать такой ресурс образовательный, да, и возможность дать получить некоторые компетенции, ту квалификацию, которая необходима сегодня на нашей территории. Тех, скажем так, есть, наверное, нужды работников, которые сегодня нам нужны, да, на нашей территории. И вот образовательный процесс может, я считаю, в этом тоже моменте иметь, скажем так, свое место. А вот. Ну и, наверное, будет правильным отметить, что все-таки это вопрос решения еще на межгосударственном уровне, когда возможно сюда привлечение уже квалифицированных кадров, которые необходимы на территории Российской Федерации, в частности, Новосибирской области. По опыту, по проведению мониторинга, я считаю, что это постановление очень своевременное, потому что пришло время очистить всю сферу, которая у нас считается как хорошая сфера и серьезная, чтобы относиться к этому вопросу. Вот. И второй вопрос. На сегодняшний день, чтобы люди, которые приходили, что именно, что вот им нужно вот на сегодняшний день найти работу, работу нету. Дело в том, что там водители, которые работают, у них там есть гражданство Российской Федерации, их никто не выгоняет оттуда, никто их не увольняет. Они как работают там пять лет, шесть лет, там некоторые там под десять лет уже работают. Так что на сегодняшний день этот вопрос актуален. Вот. Я поддерживаю постановление губернатора. Мы его солдаты, мы должны выполнить его. Можно мне добавить. На самом деле коренным, значит, и таким основным, так сказать, словом в постановлении является слово патент. То есть речь идет о гражданах, которые приезжают к нам работать на основании патентов. Как правило, это временные работники. Это работники, приезжающие на сезон. Если водителем работает таджик, но он уже гражданин Российской Федерации, его это никоим образом не коснется. А те, кто пользуются, значит, возможностью приехать по патентам, я разговаривал с коллегами, и с господином Каримовым разговаривал, и с господином Гореевым разговаривал, и все подтверждают, что действительно вот это есть опасность, когда приехал, дело натворил и убежал. Много очень проблем связано, и у самих моих коллег, кто занимается вопросом по своим национальным диаспорам. Поэтому здесь вот только такое ограничение. Азербайджан у нас далеко, и мало достаточно ваших соотечественников сюда приезжает, да, но тем не менее они все равно есть. В частности, вот открою секрет, все наши ремонты сделаны как раз у граждан Азербайджана. Ну, что касается постановления губернатора Новосибирской области под номером 176, я думаю, что согласен мнению представителей властных структур и депутатского корпуса представителя и наше общественное объединение, оно сдано вовремя в защите национальной безопасности и интересов всех граждан, которые живут здесь в Новосибирске, в стабильности. Мы всегда этот вопрос обсуждали во многих уровнях властных структур. Я против, конечно, того, что люди здесь нарушали миграционное законодательство. Это с политической и экономической точки зрения это правильно. Киргизия у нас находится на несколько таком привилегированном положении в данном случае, поскольку она член евразийского пространства. И на них вот эти растребования по патенту, в общем-то, не распространяются. Но как раз из-за того, что мы сейчас в одном экономическом содружестве, то есть у нас очень стало много киргизстанцев, в общем-то, здесь в области это заметно. Сегодня в газете «Ведомости» такой большой заголовок, что в Россию высажен киргизский трудовой десант. То есть, чем у нас занимаются здесь киргизстанцы? И есть ли какие-то проблемы с трудовым законодательством? Я далек от той мысли, что высажен целый десант киргизских граждан. Но это постановление, я считаю, что сейчас мир стремится к глобализации. И то, что уже несколько лет Владимир Владимирович и все наши президенты, главы государства, стараются объединиться, осознавая, что весь Советский Союз сегодня осознается, что надо объединяться. Поэтому вот этот Евразийский Союз дает свои плоды. И то, что это, наверное, посыл, что пора объединяться. А по поводу постановления, я считаю, что закон – это сам регулятор общественных отношений. Как ранее говорилось, что более квалифицированных – это стимулирует на более привлечение мигрантов, более квалифицированных и качественных. Я хочу добавить, в рамках уже Евразийского объединения, мы считаем, что уровень интеграции государственной и экономической достаточно высок. И уровень государственного доверия между странами, которые входят в Евразийское объединение, уже настолько высок, что можно доверять межправительственным и межгосударственным отношениям, которые регулируют обмен трудовыми ресурсами, что здесь мы защищены от каких-то либо неожиданностей. Не все вопросы по патентам, которые работают трудовые мигранты, связывать нельзя с национальной безопасностью, поскольку в сфере ЖКК, в которой национальные патенты можно работать, там ТЭЦ, допустим, вы сами понимаете, где обеспечивают тепло горячим водоснабжением, там тоже стратегический объект, аэропорта, допустим, вокзалы всякие. Вы нам подсказываете содержание следующего постановления. В общем-то, это постановление не так значительно ограничило права так называемого иностранного элемента, поскольку на территории Российской Федерации действует принцип национального режима, который следует трактовать, что все равны перед законом на территории Российской Федерации. Но если брать те ограничения, которые законодательство содержит в отношении российских граждан по вопросам трудоустройства, то их будет гораздо больше, поверьте. Надо сказать, что в отношении российских граждан ограничений на трудоустройство содержится в российском законодательстве гораздо больше. Ну, вопрос достаточно наболевший, на самом деле, национальных отношений. И, ну, вот это постановление, это, наверное, только первый шаг к тому, что все-таки тут надо что-то заканивать. Я вот, например, не уверен, что граждане, которые торгуют фруктами тут на всех углах, это все хорошо и здорово. И там тоже элементы бытовой коррупции, наверное, не существуют, прям таки невооруженным глазом видно. Что касается ЖКХ, то тоже, в общем-то, не все понятно, потому что я, вот ваш покорный слуга, начинал свою карьеру дворником, и это было нормально, все студенты подрабатывали, теперь студенты не работают. Ну, вот видите, да. Поэтому проблем достаточно много, и это, наверное, только первый шаг к их решению. Вы смотрели программу «Студия 49», я и ведущий Сергей Никитин. Смотрите нас каждую неделю по воскресеньям в 9 часов вечера. Всего вам доброго.